Сейчас культура отмены называют примерно все, что угодно, когда кто-то якобы что-то не то сказал или сделал, и он исчез просто из публичного поля, потому что его затравили, и что якобы культура отмены грозит нам всем. Сусловно, если раньше люди любили ходить на площадь, смотреть, как казнят какого-нибудь осужденного, здесь немного похожая ситуация, на мой взгляд, перерастает в интернете, когда все начинают смотреть на такую публичную казнь человека. В обществе действительно агрессивно настроено против какого-то человека, готовы вгрызться в глотку и закенселить из-за того, что звезда поправилась, выглядит как-то не так, куда-то не туда посмотрела, что-то не то сказала. Привет, друзья, с вами я, Данил Мотин, и я рад видеть вас на видеоподкасте «Тебе не одиноко». Это Соняка. Она девятихвостая лиса, ей тысяча лет. И порой мне кажется, что это правда. Ее винят в моей смерти и называют предательницей. Ее не любят все, и очень люблю я. В подкасте мы рассказываем о проблемах, с которыми сталкиваются подростки. В прошлом выпуске мы говорили о давлении родителей, а тема сегодняшнего выпуска – канцелинг. Психолог Алина Копосова объяснит, что такое канцелинг и в чем он проявляется. В конце программы вас ждет чек-лист, который расскажет, что делать, если вас отменили. Канцелинг в переводе с английского означает «культура отмены». Этот термин появился в США и Европе, при котором человек или группа лиц лишаются поддержки в социальных, профессиональных сферах, как в онлайн-сообществах, так и в реальной жизни. По факту канцелинг – это игнорирование человека, как я уже говорила, или группы лиц за правовые, этические или моральные нарушения. За такие действия проведнившегося могут лишить как минимум статуса и голоса в социальных сетях, а как максимум – карьеры. Ну что, друзья, у нас в гостях журналист, создатель подкаста «Мужчина, вы куда?» Григорий Туманов. Привет. Привет-привет. И журналистка, заместитель главного редактора по развитию контента Woman Day Юлия Серикова. Привет-привет. Друзья, у нас сегодня достаточно сложная, непростая тема – канцелинг, культура отмены. Наша задача – предстоит разобраться, что это, работает ли это в России. Гриш, можешь ли ты нашим зрителям рассказать, что это такое? Я попытаюсь, возможно, задать тон нашему разговору и как-то чуть-чуть определиться самочастью. Сейчас культура отмены называют примерно все, что угодно, когда кто-то якобы что-то не то сказал или сделал, и он исчез просто из публичного поля, потому что его затравили, и что якобы культура отмены грозит нам всем. На самом деле нет. Я бы сказал, что ее, в принципе, наверное, даже не существует в чистом виде, потому что люди, так или иначе, сделавшие какую-то нехорошую вещь, так или иначе возвращаются в общество. И, как правило, если мы говорим про культуру отмены, то она чаще действует в адрес тех, кто действует с позиции силы. Ну, кто обидел кого-то слабого. Это какой-нибудь продюсер, который приставал к актрисам, потому что от него зависела их карьера. Это, может быть, человек, который имел какой-то авторитет в обществе и обидел кучу людей. Это, может быть, даже, не знаю, вон Джоан Роллинг, который поминают, да, она все равно высказывалась с позиции силы, потому что у нее нет таких проблем, как у людей, которых она оскорбила. Я не поддерживаю абсолютно, скажем так, отдельные выпады в ее сторону в плане формы и всего остального, но как бы она благополучный человек, который сказал что-то в духе, ну, я не знаю, почему эти люди считают, что у них есть проблемы, как бы я считаю, что их нет. Ну, такое обесценивание получается? Ну, абсолютное обесценивание, и, грубо говоря, Роллинг никто не отменил. Она пишет книги, она, там, не знаю, зарабатывает свои деньги, все у нее в конечном итоге хорошо, а это, ну, побочная реакция общества на, скажем так, ее неоднозначное высказывание. Потому что никто никого не отменяет, на самом деле. Расходимся, друзья. Заканчиваю. Юль, мне кажется, наверное, культура отмены достаточно сильно связана со СМИ, средством массовой информации, так как СМИ вынуждены реагировать на то или иное острое высказывание или реакцию общества. Как это происходит у вас, как ты вообще думаешь, СМИ влияют на культуру отмены? Начну с того, что в моем детстве культурой отмены назывались случаи, когда кассир в магазине говорил, Галя, отмена. Но сейчас жизнь изменилась, и мы живем в новой реальности, где действительно я согласна отчасти с Гришей в том, что культура отмены не существует до конца, нельзя отменить кого-то полностью. Можно показать, что человек поступил неправильно, да, уволить его с работы, но он в любом случае найдет свое место в жизни после того, как стихнет вот эта волна осуждения и негодования. И, конечно, СМИ в этом случае тоже оказывают огромное влияние, потому что чем сильнее и резонанснее какой-то повод, чем чаще это муссирует, чем большее количество блогеров, спикеров, влиятельных журналистов, представителей медиа об этом говорят, тем масштаб проблемы раздувается до каких-то максимально больших масштабов. А как вы думаете, культура отмены, она распространяется исключительно на крупные компании, на известных людей? Или это может произойти условно в школе или на работе, какая-то такая локальная отмена, что-то наподобие бойкота, наверное, как было раньше? На самом деле бойкот, мне кажется, это как раз было, по крайней мере, в школе, где есть проблемы буллинга до сих пор, и в моем детстве была, и сейчас наверняка с ними сталкиваются подростки. Это больше про то, чтобы жертве сделать хуже. То есть, грубо говоря, это все равно сильный коллектив делает хуже какому-то отдельному человеку, как правило, за то, что он не похож на других. Потому что бойкот объявляют все равно с позиции силы. Говоря про канцелинг, мне кажется, тут важно как-то чуть расшифровать термин про публичность, потому что публичность может быть разная, она зависит от масштабов того, кто что-то натворил. Это может быть известный человек в среде, в обществе? Это может быть известный человек в среде, это может быть человек известный, не знаю, в узкой компании. Публичность – это может быть все, что больше одного человека, грубо говоря. Молодой человек, допустим, бьет годами свою девушку, она рассказывает об этом пяти друзьям. Он не занимает никакие публичные посты, он никак особо не известен и так далее. Это уже какой-то публичный астракизм, это уже попытка выйти за пределы вот этого круга насилия. Если разделить понятие буллинг и канцелинг, можно ли сказать, что буллинг, условно, травят в школе за внешность, за какое-то поведение, а канцелинг – это больше за какие-то морально-духовные выводы, условно, которые перечут общество, примерно, то есть высказывания какие-то. То есть еще никого, наверное, не заканцилили за то, что большой нос, слишком высокий рост. Ну да, это же просто про соленое и зеленое, скорее. То есть, грубо говоря, буллинг – это правда про притеснение слабого во многом, и он может быть элементом, скажем так, волны канцелинга. Потому что, да, действительно, если мы говорим про публичную какую-то фигуру, которая была как-то разоблачена и так далее, там, естественно, где-то попадаются люди, которым, ну, просто нравится, им, я не знаю, даже, наверное, не разделяют тех этих ценностей, и не разделяют то, что он сделал что-то не то, просто они видят, что вот тут можно кого-то еще травить, проехаться по внешности этого человека, сказать, что он идиотом и так далее. Это, правда, суперразные штуки. Канцелинг относится зачастую к публичным личностям, к известным блогерам, к медильным персонам, но это может коснуться и абсолютно любого человека, если он высказал свое мнение, которое общество считает неприемлемым в данный момент. Байкот – это способ, при котором с человеком, обществом или группой лиц перестают взаимодействовать за какие-либо нарушения, принятые в обществе. Байкот проявляется чаще всего в реальной жизни. Бан же к нам пришло определение из IT-сферы, и это определение как раз IT-специалисты привнесли в реальную жизнь. Забанить означает ограничить пользователя за какие-либо его действия на различных ресурсах, интернет-площадках, сайтах и платформах. В обычной жизни бан мы, как термин, практически не используем. Канслилинг – это новое понятие, больше половины общества еще не знакомо. Это понятие довольно-таки широкое, включает в себя и бан, и бойкот, по сути, вместе, так как мы в реальной жизни можем объявить бойкот какому-то человеку и при этом заблокировать его в своих мессенджерах, либо в социальной сети. Но канслилинг – широкое понятие, как я уже говорила, которое проявляется и в личной жизни, и в общественной, и в СМИ, и в интернет-платформах и различных площадках. Не мухана. Здорово. А что такое? Здесь же еще есть такой момент, что все, во-первых, ошибаются, и культура отмены, на мой взгляд, предназначена для того, чтобы общество показать, вот так делать не надо, а взаимоуважение и всем остальном. Но очень часто такой, с одной стороны, благой поступок, так как человек публичный, у него есть аудитория, у него есть интерес людей к персоне, и он как бы является неким транссеттером морально-нравственных норм, условно, которые приняты в обществе. Человек делает что-то не так, а мы говорим, так делать плохо, вот за это ты вот так будешь наказан. Но очень часто это перерастает в травлю самого отмененного. То есть, условно, если раньше люди любили ходить на площадь, смотреть, как казнят, не знаю, какого-нибудь осужденного, здесь немного похожая ситуация, на мой взгляд, перерастает в интернете, когда все начинают смотреть на такую публичную казнь человека. Есть ли такой вот момент перерастания? Перерастание, условно, то, что мы боремся против насилия, насилием. Это вообще неизбежная часть, скажем так, происходящего, это люди. Ну, то есть, мы ничего с людьми не сможем сделать. И мне кажется, что тут нужно разделять взаимоотношения пострадавшего и того, кто что-то сделал, значит, действительно нехорошее, и кого отменяют. И, ну, правда, давайте вещи своими именами называть, дураков из интернета, которые всегда были, будут, им пофигу кого травить. Это, тем не менее, не делает, скажем так, само явление хуже. Человека бы эти люди травили бы, в принципе, за что-нибудь еще. Ну, и без причины. Абсолютно. Это не значит, что, грубо говоря, не надо рассказывать о насилии публично, не надо, не знаю, критиковать кого-то публично и так далее. Просто, да, это принимает уродливые формы, но это никак не связано как раз ни с новой этикой, ни с кансингом, ни с чем таким. Я считаю, что у культуры отмены есть также обратная сторона. Когда слишком сильно начинают кого-то травить за какой-то поступок, высказывания и так далее, то часть общества относится к этому человеку уже как к жертве. Когда-то давно-давно-давно, да, условно, у нас есть какая-то культура, там, не знаю, например, вождь, если мы говорим про коммунизм, да, и у нас есть какая-то, ну, эта позиция, да, но эта позиция дает нам возможность конкретно понимать, вот это хорошо, вот это плохо, да, то есть, опять же, навязывание СМИ идет. Сейчас у каждого свой центр, у каждого есть свои понимания, и это делит общество на много-много-много разных субкультур. И очень часто происходит так, что одна культура может обидеть другую культуру. При этом для одной является эта норма, а для другой что-то неприемлемо, да, то есть это могут какие-то совершенно обычные вещи быть, но одному хорошо, другому плохо. И вот в таком случае работает ли культура отмены? Если, в принципе, разобрать эти понятия, они как бы, ну, равноценные. Нет, работает критика, и она может быть необоснованной. Говоря про, не знаю, сообщество, что кто-то кого-то там оскорбил, это все про, ну, это, мне кажется, про эмпатию во многом. Грубо говоря, если я сейчас скажу, что я вообще не понимаю, что за проблемы у азиатов в Москве, что они жалуются, нет никакого расизма в Москве. Типа, я хожу и по улице, и нормально, ты мне скажешь, Гриша, да ты офигел, что ли? Сколько раз я там свой адрес слышал, какие-то гадости от каких-то посторонних людей. Я скажу, да нет, в смысле, нормальная Москва, хорошая. Это не проблема. Это не проблема, у меня рука есть, она вообще в порядке. Короче, я просто о том, что это умение поставить себя на место другого, и да, безусловно, в интернете, в медиа не хватает такта, потому что если кто-то спокойно пришел и сказал, дорогой друг, ты сейчас немножко обесцениваешь мою проблему. Потому что, потому что, потому что. Потому что я из этого сообщества, поверь, мы страдаем. То, что ты говоришь, немножко дико. И тут появляется диалог, а не когда мы сразу берем вилы, а ты так говоришь, мне. Но это же про еще готовность к этому диалогу. Здесь, наверное, такое понятие, когда начинаешь работать с психологом, ты знаешь, что такое вещи чудесные, как личные границы. Да. И психолог, хороший психолог, скажет обязательно такую фразу, что твоя свобода, твои границы заканчиваются там, где начинается свобода и граница другого человека. Да, совершенно верно. Здесь, наверное, важно не наступать на другого. Да, я считаю, это мое мнение, у меня происходит так, но, возможно, у тебя происходит по-другому. Если есть какая-то необходимость, как-то помочь в этом. Причиной канцлинга может послужить в данный момент непопулярное высказывание какой-либо темы, которая не укладывается в общепринятые сейчас нормы и понятия о дабле и зле. То есть это действия и поступок, которые критики считают неправомерным, не вписывающимся в общественные нормы. Сама суть канцлинга говорит нам о том, что любая личность в любой момент времени может попасть под запрет. То есть нам диктуют условия, при которых мы не можем высказать свое мнение в обществе, если оно не совпадает с большинством. Мы можем сделать очень много полезного для человечества, но если мнение, как я уже говорила, будет не совпадать, есть большой риск попасть под канцлинг. Ну и также важно не нести добро с кулаками, а аккуратно говорить о том, что тебя что-то задело, попросить человека извиниться, а не идти в бой и начинать войну разворачивать просто ни с того ни с сего. Сейчас очень много как раз таки малых групп, в которых люди могут на что-то, уязвимых групп, которые могут на что-то обидеться, которых задеть очень легко. Важно понимать при этом, что если у тебя нет такой проблемы, то это не значит, что такой проблемы нет у других, но и не перегибать палку, не обижаясь на все подряд. То есть разграничивать. Где-то, да, действительно есть свобода слова, когда ты выражаешь свое мнение, и старайся при этом думать, чтобы никого не обидеть, конечно, но и слишком аккуратничать, мне кажется, иногда в некоторых случаях не особо хорошая причина. Да, это, наверное, главный баланс. Это вот как раз случай, когда лишь бы на что-то обидеться, чтобы кого-то за что-то затравить. Да, но при этом, знаешь, есть обратная сторона, когда мы говорим про уязвимые группы, малая их, скажем так, радикальная реакция, она понятна, потому что для них иногда это единственный способ, в принципе, свою позицию донести, потому что они и так уязвимы, они и так находятся под постоянным давлением. Уровень агрессивности по отношению к культуре отмены, по отношению реакции общества на тот или иной случай является такой лакмусовой бумажкой самого эмоционального настроя общества. Если бы, условно, люди были значительно спокойнее, как бы увереннее, да, они бы, скорее всего, были более понимающие, более спокойно относились к всем или иным проблемам, нежели чем сразу огонь зажигаем, несем факивы, всех убить. Да, я согласна с этим. Это, безусловно, лакмусовая бумажка и индикатор настроений в обществе. И мне кажется, что здесь также важна роль СМИ, потому что действительно нужно объяснять некоторые понятия. И СМИ действительно до сих пор, несмотря на то, что есть блогеры, СМИ сильно влияют на повестку. Чем больше с федеральных каналов, например, будут говорить нам не о каких-то там политических очередных разборках, а о том, как важно оберечь, ценить друг друга, принимать другую культуру. Чем больше будет таких материалов, а не материалов в духе «звезда показала целлюлит», оголила там ягодицы, СМИ же сами тоже провоцируют и тоже задают повестку. И формируют эти настроения, когда общество действительно агрессивно настроено против какого-то человека, готовы вгрызться в глотку и закенселить, ну, отвернуться просто из-за какого-то там, из-за того, что звезда поправилась, выглядит как-то не так, что-то не то, куда-то не туда посмотрела, что-то не то сказала. Все зависит от конкретного места и обстоятельства. Есть некое правило, которое гласит время, место, обстоятельства. В какой-то ситуации это сделать уместно, а в какой-то нет. Но есть универсальный способ, как можно выразить свои эмоции. Это нужно делать без упрека, чувства вины и при этом в контексте «я-сообщения». Например, я злюсь на то, что ты повышаешь голос, а не ты меня раздражаешь своим поведением и я ненавижу, когда ты повышаешь голос. Как вы думаете, сейчас культура отмены встречается во всем мире и в том числе начинает очень часто встречаться в России. Как подросткам реагировать на те случаи, когда их любимого блогера, певца, писателя, артиста, какого-то известного человека, который они очень любят, уважают его творчество, начинают отменять для того, чтобы самим не нарваться на хейтинг, на кэнселинг, на буллинг со стороны общества. Как не попасть под эту волну? Скажу удивительную вещь, и правда обращусь к подросткам. Если ваша любимая писательница Джоан Роулинг или вашего любимого музыканта где-то как-то страшно отменяют, помните, что он точно не нуждается в вашей специальной защите, он справится без вас. Не нужно герой стать. Вряд ли, не знаю, одиннадцатиклассник Иван из Перми так может переломить хоть дискуссии вокруг Джоан Роулинг, что она ему лично напишет и скажет «Спасибо, брат, вот теперь все нормально». И там выходит Нью-Йорк Таймс, дальше одиннадцатиклассник Иван положил конец дискуссии вокруг Джоан Роулинг. У нее все в порядке, и у каждого из ваших публичных каких-то идолов все будет хорошо и без вас. Помните, что, правда, если вам нравится его творчество, это не делает вас человеком хуже. Скорее, это повод подумать о том, почему такая реакция на высказывание вашего артиста. Это скорее поможет вам лучше развить критическое мышление, ну, разделять взгляды человека и его творчества. Ну, то есть, грубо говоря, есть, не знаю, я люблю очень группу The Smiths, но я понимаю, что Моррисе порой говорит чудовищные вещи. Это не значит, что я повыбрасываю. Разделять творчество из самого человека. Да, с одной стороны, а с другой, ну, не вступай в эти дискуссии, просто себя побереги чуть-чуть, причем в том числе с одноклассниками, с окружающими. Правда, не надо кидаться на амбразуру, побереги свое ментальное здоровье, слушай там своих The Smiths, как бы, ну, и правда подумай, почему человек, который тебе нравится, и написал такие книжки, или там написал такую музыку, оказался таким человеком. Не ищи это в творчестве, просто пойми, что мир, как бы, бывает очень не черно-белым, мягко говоря. Ну, нет окончательно плохих людей. Есть такое некое общее правило в психологии, если тебя не просят, то помогать не стоит. Поэтому нужно оттолкнуться сначала от этого. Требуется ли здесь помощь? Если она требуется, тогда проанализировать, каким образом я могу помочь, чтобы сохранить свои личные границы, при этом помочь конкретному человеку. Если помощь не требуется, а очень хочется, то тогда нужно задать себе вопрос, с какой целью я стремлюсь помочь этому человеку? Какие мои вторичные выгоды здесь выходят? И какой мотив самое главное у этого действия? Ответив на эти вопросы, действительно, картина открывается полно и становится понятным, стоит ли мне вмешаться в эту ситуацию, или все-таки стоит разобраться со своими внутренними причинами, которые меня подталкивают к этим действиям. Юль, какую ты можешь дать рекомендацию нашим слушателям по тому, как выбирать информацию в СМИ? Потому что там, условно, началась волна хейтинга. Там очень сложно выбрать качественную информацию, которая тебе полезна и которая тебе не навредит. Такой момент информационной гигиены. Может, ты можешь поделиться своим опытом? Нужно фильтровать информацию, иметь критическое мышление. Я до этого смотрела один из предыдущих выпусков подкаста, и там Никита Мартынов говорил о том, что настоящий эксперт – это человек, который не гнет одну линию и который имеет критическое мышление и не говорит ничего однозначно. То есть у любой проблемы есть над чем подумать, не может быть однозначного какого-то решения, панацеи и так далее. И я думаю, что в плане СМИ стоит выбирать те издания, тех блогеров и инфлюенсеров, которые не… Не жесткие в своих высказываниях. Не слишком жесткие, радикальные и агрессивные в своих высказываниях. Все-таки журналист должен быть немного беспристрастным, я считаю. Ну, относительно. Иметь свою точку. Сегодня осложнение. Такую точку зрения, да. Ну, объективным, во всяком случае. Что делать, если тебя отменили? Для начала постарайся не обращать внимание на канцелинг. Не обсуждай конфликт с обидчиками и не публикуй ничего в соцсетях. Возможно, скоро обидчикам надоест, и они прекратят. Проанализируй ситуацию, что именно произошло. Если чувствуешь свою вину, признай ошибки и извинись. Заручись поддержкой друзей и взрослых. Расскажи о ситуации родителям и классном руководителю. Если канцелинг проходит в школе и не прекращается долгое время, обсуди с родителями возможность поменять школу. Если чувствуешь себя очень плохо, попроси родителей отвезти тебя к психологу. Каждый подросток, который столкнулся со сложной жизненной ситуацией, может получить бесплатную помощь с психологом в программе «Травли нет» по горячей линии 8 800 500 44 14. Ну что, мы подробно обсудили тему канцелинга. Я думаю, нашим зрителям стало гораздо понятнее, что такое культура отмены. Спасибо большое, друзья, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал OkaMovies, оставляйте комментарии, нам это будет очень приятно и полезно. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. И давайте сердечки сделаем. Да, это понятно. Спасибо.